Вот такое вот у нас здесь для пастуха, можно сказать. Пойдём немножечко там посидим, заждём печку. Вот такая вот тут мини-комнатка. Это вот дверь так закрывается. У нас ночью родил барашек, но, к сожалению, барашек был мёртвый мальчик. А если мальчик, значит это ущерб фермеру. А умер, наверное, скорее всего, либо мёртвый родился, потому что сам барашек мама. Сам барашек мама, она немножко приболела, и поэтому мы приехали немножко за ним посмотреть. Такая вот экзотика. Печку зажигаем. Сначала он дрова положил. Потом зажёг бумажки, а потом уже бензин немножко подрезал. Вот такая вот здесь у них печка стоит. Здесь такой есть модный диванчик из натуральной бараньей шерсти. Она, конечно, крашена. Здесь дрова с этой печкой и большая кровать с тёплым одеялом. А там уже, я уже вам показывала, выходишь и на саму плантацию, на саму ферму. Вот он сам рыдет. Вот это у нас патроны от ружья. Дедушка у нас периодически выходит на хрюшек. Он их терпеть не может. Так вот моя дочка греется возле печки. Такой вот местный перекус у нас. У нас он заболел, дедушка, короной. У него немножко лёгко, воспаление лёгких. Но в больницу его не положили. Сказали, идите лечитесь дома. В принципе, если пока совсем плохо не станет, тогда, говорит, приедете. Но у него психосоматика немножко слабая. Он сам себя накручивает. Вот я умираю, дышать не могу. В принципе, турецкие мужчины в плане этого очень слабые. В принципе, мужчины в плане болезни очень слабые. Прописали какие-то там антибиотики для того, чтобы воспаление снять. А так сказали, апельсинки, лимончики и всё такое. Витамин С употребляйте. И лежите отдыхать дома. Поехали в госбольницу частные. Я уже, как говорила раньше, мы не особо их любим. Поехали в гос. Сдали тест. Но сказали, сейчас график очень загруженный. И как минимум 4-5 дней, может быть, даже неделю тест будет готовый. Сделали флюгорографию, потом сделали томографию и всё. Сделали д cardio. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова